Создание успешной бизнес-группы начинается с цели, которую определяет лидер. Очень часто у лидеров нет целей, но тогда нет целей и у консультантов. В первую очередь, лидер должен определить цель, а затем сообщить своей бизнес-группе, в чем она заключается. Позвоните и обсудите достижение цели лично с вашими консультантами и лидерами. На встречах группы наклейте на стены постеры с описанием цели, чтобы все знали, к чему нужно стремиться. Многие лидеры боятся ставить цели. Они не уверены, что смогут достичь их, и это будет выглядеть их ошибкой. Но я считаю, что настоящая ошибка – это не ставить цель вовсе. Поставьте перед своей бизнес-группой цель по привлечению консультантов. Сколько новичков каждый месяц появляется в вашей бизнес-группе? Сколько консультантов повысили свой статус в этом месяце? Мэри Кэй говорила нам, что лидер – это человек, способный вдохновить других, сделать то, что они сами никогда бы не сделали. Они должны поверить в себя. Есть три способа быть лидером. Собственный пример, собственный пример и еще раз собственный пример. Люди всегда обращают внимание на то, что мы делаем, слушают то, что мы говорим. Поэтому ваш пример важен для всех консультантов. Будьте последовательны во всем, что вы делаете. Некоторые лидеры ждут, что консультанты будут привлекать новичков, искать новых клиентов, но сами этого не делают. Лидеры находятся на передовой бизнеса с Мэри Кэй, поэтому мы должны быть лучшими консультантами нашей бизнес-группы по продажам и привлечению новичков. Тогда мы вдохновляем остальных. В США существует мнение, что клиентская база каждого консультанта должна быть не менее 100 клиентов. Я советую вам предложить каждому консультанту-новичку заполнить лист, на котором нарисовано 100 кружочков. Поставьте цель – находить двух новых клиентов в неделю. Посчитайте один год – это 50-52 недели. Тогда за год у консультанта появится более 100 клиентов. Найти двух клиентов в неделю – это легко. Даже если вы очень заняты, вы всегда можете найти новых клиентов. Где их можно встретить? В фитнес-клубе, на занятиях йогой, в церкви, на тренингах, среди ваших соседей. Попросите рекомендации у ваших клиентов, ведь у каждого человека есть как минимум два друга. Один человек – два друга. Раньше у меня были клиенты, которые редко делали заказы. В основном они заказывали средства ограниченной коллекции. Но я смогла превратить их в постоянных клиентов, всего лишь обратив внимание на средства по уходу за кожей. Предлагайте средства по уходу за кожей. Приглашайте клиентов на классы. Уход за кожей – это то, что нравится всем женщинам. Именно эту продукцию они заказывают снова и снова и становятся постоянными клиентами. Это стабильность вашего бизнеса. Всего два клиента в неделю. Когда у вас появляется новый постоянный клиент, поставьте смайлик в одном из ста кружочков в вашем листе. Тогда вы сможете посчитать, сколько еще клиентов вам нужно, чтобы бизнес стал успешным.